Меня зовут Александр Говалёв, я поэт-песенник, сотрудничающий со многими топовыми артистами, не только топовыми, молодыми начинающими в том числе, редактор музыкального портала «Мускуб». Ну и там регалий перечислять не буду. Первый вопрос такой. Искусственный интеллект в недалёком прошлом начал сам писать стихи. И как вы думаете, он сможет каким-то образом конкурировать с настоящими поэтами или не может? Скажем так, нет, я знаю, это Яндекс.Рифма или как, приложение, которое выдаёт, конечно, такие первые, что задумываешься просто, о чём думал составитель программы. От тайги до британских морей, имена скандинавских царей, самолёт в Геленджик, эскимосский язык, ободок, как у Лана-дель-Вей. Непосредственно там с искусственным интеллектом в качестве поэта я не сталкивался, я не знаю результатов. Скажем так, в любом случае, это же не человек, это машина, так или иначе. И ему недоступна эмоциональная составляющая и прочие вещи, которые технически, математически высчитать сложно. Зная некоторых авторов песен, поэтов, если их можно так назвать, с ними, да, с ними вполне можно конкурировать. Есть большие поэты, к сожалению, которых там многих нет, которые делали, в эстрадной песне выстраивали целую вселенную, такие как там Дребенёв, например, да. Таких, мне кажется, никакая машина никогда не заменит, штучный товар останется всегда. Как бы по пушке наши всё, да, и так и будет. Хотя своё место на рынке, предположим, такая функция занять может. Вы пишете стихи, когда услышите музыку или нет? Или как-то по-другому это происходит? По-разному. По-разному. Каждый раз это очень индивидуально. Мой основной композитор – это Алексей Романов, известный композитор, и мы с ним дружим 30 лет, и первую песню написали 30 лет назад, как раз в 92-м году. И бывает, он присылает мне музыку, я сажусь и пишу текст. Бывает, что мы с ним сидели, смотрели фильм «Мирта лучшей мечтателей», и он говорит, вот, смотри, отличная строчка, мы с тобой мечтатели, и мы пока досматривали фильм, мы написали эту песню, которую потом Дима Билан исполнил. Мы с тобой мечтатели, мы такие разные. Бывает, я отправляю Лёше текст, и получается, безо всяких правок, отличные работы, такие как «Сержа Лазарев» «Идеальный мир» или «Я люблю тебя видеть», «Винтаж». То есть, бывает по-разному. Какой-то точной схемы нет, и да, она и не нужна. Я могу что-то придумать хорошее на текст, могу не попасть в музыку, и текст будет немой в результате. Либо же у меня, я просто присылаю Лёше какие-то, не только Лёше, но и другим композиторам какие-то стихи, у них что-то рождается. Недавно я выложил стихи у себя в Инстаграм, мне написал один мой знакомый композитор, что, типа, ему очень нравится, у него есть идея, и сейчас вот у нас появилась, мы её доводим до ума, песня, которая может стать большой работой в результате. Почему в современной России нет сообщества поэтов? Ну, какие-то есть. Если брать тоже соцсети ВКонтакте, например, то там есть какие-то группы, я в них не состою, я не знаю, чем именно они там занимаются, как они друг другу помогают или, наоборот, мешают, но это очень маленькие такие англавы, и больших сообществ нет, потому что совсем недавно у меня состоялся разговор с одним автором, там, про союз писателей, которые, собственно, я не понимаю, зачем он существует на данный момент, но мой знакомый оттуда просто вышел в результате. Поэт в России больше, чем поэт, это всё осталось у шестидесятников. Последняя, по-настоящему, там, большая звезда, который был в поп-музыке в качестве поэта, это Александр Шаганов, который там до сих пор много работает и пишет достойные вещи, но вот в конце 80-х, начале 90-х он был звездой. На данный момент звёзд не осталось в этом направлении. И, соответственно, пишут многие, а чтобы собираться в группы, ну, это же, когда ты занимаешься, я сейчас говорю про поп-музыку, потому что я конкретно ей занимаюсь, да, многие воспринимают друг друга не как коллеги, а как конкуренты, прежде всего, да, и, соответственно, как-то друг друга поддерживать не готов. Я сам общаюсь с достаточно большим количеством авторов, но если это молодые, они смотрят на меня как на старшего товарища, который снят состоявшейся историей. И чаще всего это заканчивается просьбой помочь продать или там отдать какому-то артисту песню. Мне приходится говорить, что я как бы торговлей и тюжемтором не занимаюсь, соответственно, их это не очень устраивает. Они тоже с каким-то расчётом на какой-то помощи. Поэтому там какого-то даже маленького сообщества внутри там моей жизни и вот тоже не получится. Я думаю, что это проецируется на весь шоу-бизнес. Через интернет проще доносить поэту свои произведения, но, однако, мы действительно не видим каких-то знаменитых поэтов. Может быть, поэзия в таком большом кризисе сегодня? Знаете, она как поэзия, как и музыка, как и кино. Там всё движется по спирали. И раз в какое-то определенное количество времени на волне усталости от ровного и скучного появления появляются какие-то яркие личности. Кто-то становится даже получает свою степень известности, Ахстахова, например, или Лешка Казанова, который мне безумно нравится. То, что не появляется по-настоящему звёзд, может быть, на фоне узнаваемости Дани Милохина, к которому я отношусь в принципе с симпатией, он хороший парень, появление какого-то автора исключительно поэта, оно не очень заметно. Я думаю, что в какой-то своей среде в интернет в определенной целевой аудитории есть люди, которых можно... Знаете, как сейчас появилась вот эта идиотская звезда фильма, звезда сериала, пишут, человек там ярко сыграл в одном сериале, его и называют звездой этого сериала, даже если он не сыграл нигде. То, наверное, есть какие-то звёзды сообществ. Я бы так это условно назвал. Просто они не только, не то, что неизвестны в широкой публике, они, скорее всего, очень интересны, потому что всё-таки поэт – это слово. Чаще всего в каком-то печатном виде, на экране монитора или в книге. А люди, широкая публика любит лица. Она запоминает лица, она ориентируется на лица. А как раскачивается поэта? Даже даже если завести свой канал на Ютубе и читать стихи, ну, вряд ли это будет такая же востребованность, как с матерными частушками Шнурова и так далее. Я через Рауха Туга познакомился с вами, через мои НЛО. Скажите, как вы с ними познакомились и вообще сотрудничали ли вы с ними? В качестве поэта нет, не сотрудничал. С Раухом мы познакомились достаточно уже много лет назад, начали общаться ВКонтакте, переписываться, потом, когда они приехали в Москву, они пригласили мои НЛО, пригласили меня на концерт и вот, собственно, поддерживаем отношения. Прошлым летом я снялся для их клипа «Москва». Мы с Раухом постоянно переписываемся, прислали мне новые песни, а советуются. На портале мы по возможности их поддерживаем и, собственно, такие приятельские отношения. Вы работали со многими звездами и сейчас работаете. Какие у вас впечатления от Димы, например, Билана? Со многими звездами я общался очень условно, несмотря на то, что они поэт, мои песни. С Димой мы общались в основном по телефону и это было даже не по поводу «Мечтателей», а по поводу второй песни моей, которую исполняют «Холодные огни». Он хотел поменять припев и мы, собственно, созванивались на эту тему дня три, там, может, четыре мы созванивались и в результате как бы пришли к Диму. То есть у меня он четкий профессионал, он знает, что он хочет, он умеет это объяснить и аргументировать. Есть просто люди, с которыми я дружу, близко, приятельству и так далее. Там Леша Романов, как я уже говорил, мы лучший друг, мы также, естественно, мы больше 15 лет работаем и близко общаемся с Аней Плетневой, да, она замечательная, абсолютно. Дима Колдуна, я горжусь тем, что я называю его с вами близким приятелем, может, даже другом, потому что он очень интересный человек, очень неординарный, с ним не скучно, точно, да, и там, те песни, которые мы с ним делали, там, тоже с ним приятно работать, как с профессионалом. А существуют ли в хите каком-нибудь какие-то ключевые слова, которые нужны для того, чтобы песня стала хитом, или это это все так, теория только? Мы сейчас про Розы, Морозы, Кровь, Любовь, да? Ну, например. А в действительности нет, опять же, это к тому, что я выше говорил, это всегда очень индивидуальная история. Есть какие-то технические моменты, когда ты используешь, там, придумываешь хук, да, когда ты знаешь, что это вот слово два, или там строчка, которая будет повторяться и будет запоминаться. Это технические наработки, которые зависят от очень многих вещей, используешь это или нет, да, потому что если ты пишешь просто текст для песни, знаешь, что это будет песня, но нет ни музыки, ни артиста еще на данный момент, то ты как бы пишешь то, что по велению сердца на данный момент. Работая, например, как это на музыку или под заказ на артиста, ты начинаешь отталкиваться от образа и так далее. Создаешь какая-то повторяемость безусловно быть должна. Много зависит опять же от музыки, да. Иногда ты понимаешь, что ты усложнил, надо упростить. Надо понимать, что массовая песня для массового слушателя, она должна, я пропал музыку, пропал музыку, там свои правила, она должна быть простой для восприятия. Там не должно быть мудреных слов, непонятных только тебе философствований и так далее. Потому что это будет слушать большое количество людей и нельзя ориентироваться на какую-то узкую... Нельзя там, нельзя же писать песню, которую будут слушать только инженерами. например. Это невозможно. Это смысл какой в этом во всем. Вот. Иногда упрощаешь. Иногда понимаешь, что вот здесь я не люблю штампы, да, и мне очень нравятся тексты, где и стихи, в которых минимальное количество штампов, но иногда ты понимаешь, что вот здесь для завершения логического ряда как раз вот здесь нужно какую-то банальность Розы Морозы кровь-любовь надо вставить, и тогда это будет целостная картина. Обычно авторы к этому приходят ко всему с опытом. Ты сам просто начинаешь понимать, чувствовать, ощущать или просчитывать, как это сработало, как это будет работать, потому что надо в поп-музыке очень важно не забывать вещи. Конечно, мы все личности, индивидуальности несем какой-то посыл для мира, но тем не менее наша задача прежде всего развлекать публику. И вот это надо четко понимать и все свои посылы собственно совмещать вот с этим тезисом. Рэп-музыка она усложнила тексты современные, да, у Вакси Мирона например там или еще что-то. И это войдет ли такие усложненные тексты именно в поп-музыку? Артисты такие как Мирон, да, они ну они поэты. Рэперы олдскульные, они да, они очень трепетно относятся к поэзии и соответственно по результату видно, что это как бы хорошо действительно. Хотя я не поклонник рэп-музыки, но я это просто признаю как данность, потому что это объективная правда. Касаемо поп-музыки, в любом случае есть какие-то эксперименты, есть какие-то смешения жанров и что-то переходит, то же то, что сейчас называют рэпом, новая школа это по сути поп-музыка. То есть это не рэп пришел в поп-музыку, а поп-музыка пришла в рэп. И таких вещей очень много. Скажем так, слишком усложненные тексты для поп-музыки, но это как-то каким-то отдельным направлением поп-музыки, а это было, есть и будет, потому что то, что например, мы делаем для винтаж, понятно, что вряд ли это будут слушать поклонники, например, Сережа Жукова, потому что у нас все-таки стихи в песнях в винтаж, они более, мы пытаемся донести какую-то философию, а не только предположим там лирическую неповествование, и получается разное по посылу песни. Я думаю так, в любом случае смешение будет, и все же очень просто. Кто-то сделает какой-то эксперимент, как своим Иван Дорн, например, его музыка экспериментальная для поп-музыки, и ближе к альтернативе. Эксперимент будет удачным, это придет некую популярность, и, соответственно, потянет за собой достаточно большое количество последователей. талантливых или не очень, удачливых, неудачливых, неважно, все равно это будет достаточно большое поле, и вполне возможно, что это как-то станет определенным направлением, и будет жить дальнейшее своей жизни. Если же это не очень свойственно как бы общим тенденциям, таких, как, например, как там были годы, например, то это останется как бы в памяти очень маленького количества аудитории, которые двинутся дальше, и, соответственно, это будет просто не жизнеспособно, потому что я вот часто у меня есть знакомые, которые занимаются год направлением, мемо направлением, но я понимаю, что такого успеха, как было там всплеск много лет назад, его уже не будет абсолютно. А тогда финальный вопрос, расскажите о сотрудничестве с как раз группой Винтаж немножко. С Лешей Романовым мы познакомились в 92-м году, в том же году написали первую песню, и тогда естественно до успеха и до славы было очень далеко, мы вместе пошли очень большой путь, и потом значит, потом Леша оказался в группе Омега, затем пошла сольная карьера, я занимался к тому моменту, меня не было в шоу-бизнесе, я что-то писал для себя в стол, но работал совершенно в других направлениях жизни, и в 2004-м году мне позвонил Леша, сказал, что Говалев, хватит заниматься всякой фигнёй, мы же с тобой писали клёвые песни, сейчас есть заказ от артистов, не заказ запроса, конкретных заказов на песни давай попробуем, и это стало потихоньку развиваться, мы стали сотрудничать, а потом они познакомились случайным образом Алексея и Анна Плетнёва, и собственно первая песня на первом альбоме винтаж моего авторства, соответственно, я бы был с ними все эти 15 лет, и как бы дальнейшее сотрудничество продолжается, несмотря на то, что Алексей себя уже не очень так ассоциирует с винтаж, но его сотрудничество с Плетнёвой тем не менее имеет место быть в той или иной форме, и если меня приглашают или Аня, или Лёша, я, соответственно, продолжаю также работать для группы винтаж, которые, естественно, вместе росли, и это для меня родной проект абсолютно. «Видтаж» 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 «Видтаж»